Всем привет! В прошлом видеоуроке я рассказал вам, как зарегистрироваться в замечательной программе Zoom и как ее установить на компьютер. В этом же видео я покажу вам, как настроить эту программу. То есть мы с вами разберем раздел настройки. Давайте откроем программу. Как вы помните, в прошлом видео я ставил галочку, которая позволяет мне не совершать вход в свой аккаунт каждый раз при открытии программы. Поэтому у меня сразу открылся мой аккаунт. Итак, давайте перейдем на раздел, который называется «Главное», после чего нажимаем на кнопку в правом верхнем углу программы, которая называется «Настройки». Итак, у нас запустились настройки программы. Здесь мы видим следующее «Запускать Zoom при загрузке Windows». Здесь галочку я ставить не буду, потому что мне не нужно, чтобы Zoom запускался при включении моего компьютера. Если же вам это необходимо, то вы здесь поставите галочку, после чего у вас высветится сразу следующий параметр «Бесшумно запускать Zoom при загрузке Windows». То есть вы не будете получать какое-то уведомление о том, что программа запустилась. Но я галочку уберу. Дальше у нас стоит галочка «При закрытии окно сворачивается в область уведомления вместо панели задач». Данную функцию я отключу, так как это неудобно постоянно залезать в трей и открывать программу. То есть при ее сворачивании она сворачивается сюда, а не в панель задач. Использовать два монитора. Это если вы используете два монитора, я галочку здесь ставить не буду. Автоматически входить в полноэкранный режим при запуске или входе в конференцию. Здесь галочку я ставить тоже не буду, так как это будет неудобно. Вы можете же поэкспериментировать, поставить галочку «Запустить конференцию» и посмотреть, удобно ли вам, когда у вас программа запускается, то есть конференция запускается в полноэкранном режиме или нет. Здесь автоматически копировать ссылку приглашения после начала конференции. Здесь я галочку поставлю, то есть при запуске какой-либо конференции своей у меня сразу в буфер обмена будет копироваться ссылка на ее приглашение. И я могу отправить другим людям, чтобы они посетили данную конференцию. То есть мне не придется ее постоянно копировать вручную. Далее, попросить меня выполнить подтверждение перед тем, как я покину конференцию. Да, здесь пускай галочка стоит, потому что может возникнуть такая ситуация, что я нечаянно, например, нажму на какую-нибудь кнопку, которая позволяет выйти из той или иной конференции и покинуть ее. Здесь пускай стоит галочка, то есть если я нажму на эту кнопку, то у меня высветится уведомление, согласен ли я покинуть конференцию или не согласен. Показывать мое время соединения, это сколько времени. Давайте поставим галочку. Напомнить мне о предстоящей конференции через минуту. То есть если у вас есть какая-то запланированная конференция, вам придет уведомление о ней. То есть, например, напомнить за 5 минут. Давайте поставлю, да, напомнить. Пускай будет за 10 минут до начала конференции. Далее. Остановить передачу моих видеоданных и звука, когда экран отключен или запущена экранная заставка. Да, здесь я поставлю галочку. Здесь, в принципе, все понятно, для чего она нужна, чтобы оградить себя от того, что вы нечаянно не сбросили какую-то конференцию и так далее. То есть, например, вы находитесь в какой-либо конференции, общаетесь по видеокамере, например, и забыли сбросить видеосвязь. Ваш компьютер переключился в режим заставки, а камера вас продолжает снимать. То есть, если я поставил здесь галочку, такой ситуации не возникнет. Например, я забыл сбросить зум, у меня включилась на компьютере заставка, и в зуме автоматически я выхожу из конференции. То есть, это достаточно удобно. Здесь цвет кожи реакции. Ну, здесь палец вверх, пускай стоит такой, по умолчанию. Давайте далее переходим в раздел видео. Нажимаем в левой панели на кнопку видео. Здесь мы можем настроить свою камеру. Здесь в разделе камера мы нажимаем и выбираем нужную камеру. У меня же ноутбук, и у меня стоит стандартная камера ноутбука. Если, например, вы пользуетесь ноутбуком, и также вы подключаете отдельную веб-камеру выносную, то здесь у вас будут две камеры, и вам необходимо выбрать нужную. Здесь ставим широкоэкранный режим. Мое видео ставлю галочку «Включить режим HD». То есть, видео с моей веб-камеры будет передаваться в лучшем качестве. Вы можете не включать эту галочку, если у вас слабый, например, интернет. Отобразить мое видео зеркально. Ну, здесь можете поэкспериментировать, как вам удобнее. Я же поставлю здесь галочку. Подправить мой внешний вид. Здесь у вас будет сглаживаться немного кожа, будут убираться немножко морщины. Давайте я поставлю галочку. Можете поэкспериментировать, посмотреть, как вам будет лучше. Конференции. Всегда показывать имена участников на видеоизображении. Да, здесь галочка нужна обязательно для удобства. Выключать мое видео при входе в конференции. Да, здесь я галочку поставлю. Так как иногда, когда мы посещаем какие-то конференции, нам не хотелось бы, чтобы камера включалась автоматически. Всегда показывать диалоговое окно предварительного просмотра видео при подключении к видеоконференции. Да, здесь галочка «Пускай» также стоит. Давайте нажмем на кнопку «Расширенные настройки». Здесь у нас понижение уровня шума. Да, пускай стоит. То есть данная функция позволяет понижать уровень шума на изображении. Эта функция обязательно должна быть включена для улучшения качества изображения с вашей веб-камеры. Включить ускорение аппаратного обеспечения для обработки видео тоже пускай стоит. В общем, здесь все должно быть включено для обеспечения наилучшего качества видео. Метод визуального представления видеоданных автоматически. Последующая обработка визуальную. В общем, здесь все пускай стоит по умолчанию. Нажимая на кнопку «Назад». Теперь давайте перейдем в раздел «Звук». Здесь мы можем проверить динамики. Мы можем нажать на кнопку «Проверить», чтобы убедиться, что вы слышите остальных участников. Давайте я нажму на эту кнопку. И у меня из динамиков пошел звук. Здесь мы можем выбрать динамики. У меня стоят стандартные. Выходной уровень здесь ничего трогать не нужно. Громкость. Можно настроить громкость этих динамиков. У меня же стоит, как в системе, микрофон. Мы также можем проверить микрофон, нажав на кнопку «Проверить». И здесь мы также можем выбрать необходимый нам микрофон, который будет использоваться при конференциях. Здесь галочка стоит «Автоматически регулировать громкость микрофона». Тоже пускай стоит. Использовать отдельное звуковое устройство для одновременного воспроизведения рингтона. Здесь галочку ставить не нужно. Автоматически входить в аудиоконференцию с компьютера при входе в конференцию. Здесь галочку также ставить не буду, чтобы микрофон автоматически не включался. Отключить звук моего микрофона при подключении к конференции. Здесь я поставлю галочку. Данная функция позволит вам при входе в конференцию автоматически отключать ваш микрофон. Если же вам этого не нужно, вы галочку здесь не ставьте. Нажмите и удерживайте клавишу «Пробел», чтобы временно включить свой звук. Данная функция удобная. Это будет получается как некая рация. Например, у вас отключен микрофон. Вы нажимаете на «Пробел», держите его, и у вас микрофон включается. А когда вы «Пробел» отпускаете, ваш микрофон отключается. «Синхронизировать кнопки гарнитуры». Да, здесь пускай галочка стоит. Это если, например, вы подключаете какую-то гарнитуру к своему компьютеру. Например, беспроводные наушники по Bluetooth с микрофоном. Переходим в раздел «Демонстрация экрана». Здесь перейти в полноэкранный режим, когда участник демонстрирует экран. Да, пускай галочка стоит. Разворачивать окно Zoom, когда участник транслирует свой экран, здесь нет. В общем, здесь все понятно. Вы можете поэкспериментировать, включая эту или иную опцию. Мне, в принципе, все устраивает, как стоит сейчас, то есть по умолчанию. Перехожу в раздел «Чат». Показать кнопку «Элемент кода». Да, здесь я галочку поставлю. Что это такое, я объясню в другом видеоуроке. Включить предварительный просмотр ссылки. И пускай эта галочка также тоже стоит. То есть, например, вам отправили какую-то ссылку, вы при наведении на нее сможете посмотреть ее предварительно. Изменить мой статус на месте. Нет на месте. При отсутствии активности в течение... Так, пускай стоит 15 минут. Да. То есть, например, меня нет на месте 15 минут. И в Zoom будет появляться статус о том, что меня нет на месте. Тема левой боковой панели. Темной или светлой. Пускай стоит темный. Заблокированные пользователи. Здесь мы можем посмотреть заблокированные пользователи. То есть, те люди, которые не могут вам писать в чате. Как блокировать пользователей, это, конечно же, я покажу в других видеоуроках, когда мы будем уже разбираться, как пользоваться данной программой. Непрочитанные сообщения. Оставить все непрочитанные сообщения сверху. Да, здесь я поставлю галочку. И вам также рекомендую это сделать, так как это удобнее, чтобы постоянно среди других сообщений не искать непрочитанное сообщение. Показывать значок непрочитанного сообщения для каналов. Да, здесь также поставлю галочку. Переместить сообщение с новыми ответами вниз в чате. Здесь галочку ставить не буду. Если же вам это необходимо, вы можете это сделать. В любом случае, вы можете эту функцию потом отключить. При просмотре непрочитанных сообщений в канале. Начать с первого непрочитанного. Да, здесь, конечно же, нужно начать с первого непрочитанного сообщения. Всплывающие уведомления. Все сообщения. Только личные сообщения и упоминания. Ничего. Давайте поставлю все сообщения. То есть, например, вы находитесь в какой-то конференции, кто-то написал в чат, и вы это увидите. А если мы поставим галочку в пункте «Только личные сообщения и упоминания», вы будете получать уведомления только на сообщения, которые адресованы конкретно вам. Далее. Получать уведомления для… Здесь мы можем ввести какие-то ключевые слова, на которые мы будем получать уведомления. Я этого делать не буду. Мне это не нужно. Уведомлять о новых ответах на сообщения, которые я отслеживаю. Здесь я галочку также ставить не буду. Мне это не нужно. Не беспокоить, какое по какое время… Ну, вы можете настроить здесь, какого по какое время вам не могут писать в чате. Подавать звуковой сигнал, когда я получаю новые сообщения. Это, конечно же, нужно. Отключить звук уведомлений во время вызова и когда я на конференции. Да, здесь галочка «Пускай» стоит. То есть, вы, например, находитесь на конференции или разговариваете в зуме, у вас не будет звука уведомлений о других каких-либо сторонних программ или же самого зума. Показывайте на экране баннер с уведомлениями, пока уведомления не будут закрыты. Здесь галочку ставить не нужно. Это будет неудобно. Показать предварительный просмотр сообщений. Да, здесь также пускай стоит галочка. Так, переходим дальше. Раздел «Виртуальный фон». Здесь вы можете настроить себе какой-либо виртуальный фон, но это будет некрасиво, некачественно, поэтому данный раздел я пропущу. Вы же можете поиграться с этими настройками. В разделе «Запись» здесь мы можем выбрать местоположение, то есть, куда у нас будет сохраняться запись конференций. Мы можем изменить это местоположение. Я выберу, пускай... Ну, нет, пускай стоит стандартное. Далее, выберите путь, по которому будут сохраняться файлы записи по завершении конференции. Да, я поставлю здесь галочку, чтобы после завершения конференции программа у меня запрашивала, куда мне сохранить ее запись. Записывать отдельный аудиофайл для каждого говорящего участника. Мне это не нужно. Вы же можете поставить здесь галочку, если вам это необходимо. Оптимизировать для стороннего видеоредактора. Здесь галочку также я ставить не буду. Добавить временную метку к записи. Временную так, да, здесь поставлю галочку. То есть, на записи будет показано время. Записывать видео при демонстрации экрана. Здесь, то есть, например, вы показываете своему собеседнику свой экран. У вас сразу будет автоматически записываться видео. Здесь я галочку отключаю, мне это не нужно. Сохранять временные файлы записи. Здесь также галочку ставить я не буду. Переходим в раздел профиль. Здесь мы можем изменить свой профиль, обновить до профессиональной версии. В общем, этот раздел мы сразу же пропускаем на данном этапе. Переходим в раздел статистика. Здесь мы можем посмотреть, сколько у нас Zoom занимает памяти. Тип сети, то есть, звук мы можем посмотреть, частоту, задержку и так далее. Этот раздел также пропускаем, он нам не нужен. Сочетание клавиш. Здесь мы можем настроить горячие клавиши. Вот здесь у меня уже по умолчанию стоит галочка описания. Так, измените фокусные элементы управления конференцией Zoom в верхней части при демонстрации. Так, да, здесь пускай галочка стоит. Мы можем активировать те или иные горячие клавиши. Можете пройтись по ним и нажать на нужные. Так, увеличить снимок экрана. То есть, например, если мне нужно сделать снимок экрана, мне нужно нажать сочетание клавиш Alt-Shift-T. Я могу их изменить, нажав на них два раза. Давайте поставлю, к примеру, Alt-W. Ну, так далее. Здесь можете посмотреть и настроить все, как вам будет удобнее. Специальные возможности. Здесь вы можете поставить субтитры, то есть, размер субтитров. Здесь я трогать ничего также не буду. Пускай стоит все по умолчанию. Итак, в прошлом видеоуроке мы с вами научились регистрироваться в Zoom, устанавливать программу на свой компьютер. В этом же видео я на ваших глазах показал, как я настроил программу Zoom под себя. То есть, так как мне удобнее будет ей пользоваться. Вы же можете сделать все так же, как сделал я, либо поэкспериментировать с этими настройками и сделать их так, чтобы вам было пользоваться данной программой удобнее. В любом случае, каждую из этих опций вы можете потом отключить или включить обратно. Также хотелось бы мне вам напомнить о нашей бесплатной электронной книге, которая позволит вам оптимизировать свой компьютер поэтапно, сделать его значительно быстрее, мощнее. И после каждой его перезагрузки он у вас будет возвращаться вновь к идеальному состоянию. Ссылку на скачивание этой книги вы сможете найти так же ниже данного видеоролика. А на этом мой видеоурок подошел к концу. Надеюсь, он был для вас полезен. Поделитесь этими видеоуроками со своими близкими и друзьями, чтобы ваше общение в сети было намного проще, интереснее. Также не забывайте подписываться на наш канал и нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о наших новых и интересных видеоуроках. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok